всем привет сегодня по случаю купил себе вот такой короче прибор заморочился я покупкой моноблока почему потому что во первых в теории скоро я перейду опять на вольные хлеба во фриланс и за время пока я работал на кого-то я часть оборудования за ненадобностью распродал и в общем то давно уже весь импульсный свет был у меня продан здесь я заморочился и решил что хотя бы один моноблок не в жизни пригодится полез естественная на авито посмотреть что-то подешевле там были за 8000 комплект из трех приборов с разными модификаторами тогда так далее но я остановил свой выбор на фалкон ice te 900 bv первой версии без usb порта здесь на второй версии есть usb порт куда радиосинхронизатор вставляется приемник и позволяет дистанционно разруливать всем этим делом и мне понравилась цена в общем то недорого плюс я еще немного поторговал сторговал и достался он мне по очень вкусной цене этот приборчик мощностью 900 джоулей это прям я даже сам не ожидал насколько это дохрена поскольку никогда у меня не было столь мощных приборов регулировка производится у него 6 ступеней от минимальной единицы до до 6 при этом шаг одна десятая стопа чтобы было понятно насколько он мощный вот на полной мощности мне не хватает на iso 100 диафрагмы 22 объективе на 85 то есть мне приходится вот 5 и 5 это диафрагма 22 со 100 на моем канале что я собственно говоря снимал снимал я вот с таким вот сейчас я покажу таким вот стандартным в общем то рефлектором горшок так называемый да и снимал я вот этот вот велосипед который у нас стоит где-то метрах двух двух с половиной от вспышки ну чтобы было понятно расстояние все такое прочее естественно когда мы оденем какой-либо модификатор света там софтбокс или там тарелку неважно что там зонт то количество света немного под уменьшится яркость но эти все равно достаточно мощная штуковина и почему еще кроме того что это мощная штуковина я на ней кстати она сама разряжается через лампу когда убавляешь мощность это здорово почему я еще на ней остановил свой выбор именно вот эта серия т.е. у фалконайзов она имеет свой собственный внешний блок питания можно прикупить киловаттный блок питания с одной резеткой на один киловатт либо киловаттный блок питания с двумя резетками каждой по 500 ватт и на улицу в общем то шустрить и снимать с этим комплектом причем мощность данного источника такова что без проблем позволит нам даже солнечный день перебивать солнце на стандартные выдержки синхронизации там на какой-нибудь 1.200 1.180 просто путем того что задыривать диафрагму до той степени что у нас в общем то вот и сейчас следующий мой шаг я в фотоскладе буду заказывать этот самый внешний блок питания тем более последнее время они изрядно подешевели продаются с какой-то оверскидкой чуть ли не в два раза подешевели сравним с тем что за них просили всего лишь года два назад и докуплю еще стойку какую-нибудь мощную чтобы все это дело не упало возможно журавнем и какой-нибудь софтик вот и попробую страдить на улице уже не со спидлайтами а непосредственно с такими вот мощными приборами которые позволяют делать это в любое время дня и ночи вот такие вот два ну а тут коротко по управлению если что-нибудь рассказать то эти вспышки отдельно можно лампочка кстати перегоревшие здесь ее выкрутил пилотного света там стандартные 27 цоколь можно включать значит с ручной регулировкой пропорционально вернее с ручной регулировкой потом свет который лупится пропорционально настройкам и соответственно включать ручная регулировка лампы то есть это буквально можно отдельно регулировать яркость импульса и отдельно регулировать от импульса яркости пилотного света то есть здесь даже есть отдельные регулировки флэш и лампа а так что еще пищатель кнопка тест и световая ловушка в трех режимах по первой шторке по второму импульсу и по третьему импульсу то есть соответственно второе и третье это когда мы какими-то е-ттельными встроенными в камеру либо и в е-ттл режиме каком-то е-ттл режиме и так далее пробуем поджигать все это дело ну как правило встроенным в камеру который выкидывается вот и все встроенный вентилятор в эту ботвень вот он сейчас дует не знаю слышно вам нет но он так в общем-то не громко но и и не тихо это делает а так добротная вспышечка тяжелая правда скотина тяжелая добротная вспышка продавалась вместе с этим зажком как я уже и сказал лампа достаточно жирная кстати лампа в хорошем состоянии никакого там выгорания почернения прочего нет патрон керамический то есть можно достаточно я думаю мощный туда вкручивать лампочки не 250 ватт который идет в комплекте стоковый а думаю можно найти покрупнее что-то туда помощнее засунуть какую-нибудь галоген очку ну вот как куплю собственно говоря внешний блок допишу этот обзор запущен уже вместе с блоком вылезем на улицу чуть потестим все всем пока